Песня «Христос» 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 Смертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Боже, духов, жив всякие плоти, смерть по правой дьяволу прозрежет мир в Твоем, одаровав и сам Господи. Упокой душу, усоп, шарабы Твоя, Валентина, вместе с ветром, вместе с злачем, вместе с покойником. Отнюдь избежая болезнь, печаль, воздыхание и всякое согрешение с отдельным ими, словом, делом или помышлением, яко благие человека любит Бог, прости, яко не с человеком, будь и не согрешившись в один кроме греха и празднутое правду о веке и Слово Твоя истина, яко Ты, если воскресенье, жизнь и покой, усопшие рабы Твоей, оно представлено Валентиной, Христе Божьей, и Тебе славу воссылаем, что безначально Твоем отцем, и святым, благим, и животворящим Твоим Духом, и неприясной вовеки веков. Слава Господи, Слава Господи, Господи, научи оправдания Твоим, славы веков, и действуй в жизни к верою свою, доброе счастье в покаянии, Слава Господи, Слава Господи, Слава Господи, исти, Господи, научи мне оправдания Твоим, Абсолютно благословение Твоим Духом, исти, Господи, исти, Господи, исти, Господи, Научи я оправдания Твоим, пусть узких почвы прискорбны, всех житей грязь и вылезавшие, и в небо снидавшие верою, глядите нас, славитесь, и жил готовок на почвы сей, И в небо снидавшие верою, глядите нас, славитесь, исти, Господи, научи мне оправдания Твоим, Образе снидавшие Твои славы, отчаясь в нашем прегрешении, Случери Твои сознания, Владыка, и отчасти Твоим, благоутробием, И отчаясь в мире, и отчаясь в мире, и отчаясь в мире, И отчаясь в мире, глядите нас, славитесь, исти, Господи, исти, Господи, В древнюю поднесущихся нам имя, и образом Твоим Божественным почты, При вступлении им же заповеди, от имя возвративых землю, от нее же взял, Но ее же по подобию возведи, в мирную доброту возобразитесь, Благослови мне си, Господи, научи мне оправданием Твоим, Упавши, Боже, рабу Твою, и учению твои, И держи лица святых, Господи, и праведницы сиятья посвятила, Уславши, рабу Твою, упокой, презирая все согрешения, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И сиятина и единого Божества, благочестного моего берющих, Святый, 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 безначальный, Славь безначальней, Сыне и Божественной Душе, Рассвети на свете, безслужащих, и вечного дня и сети, И ныне и пресне, и поведите Бог, аминь, Радуйся, чистая Бога, плоти, Родче, во спасение всех, Ей же, Род человеческий, обрети спасение, Тобою добрящим рай, Благородица чистая, благословенная, Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Боже Валентин, о ежепроститесь и всякому прегрешению, вольному же и невольному, Господи, Паминь. Как это Господи Бог, наш учени, души ее, ежеси праведно упоколеваются, Господи, Паминь. Боже Валентин, о ежеси праведно упоколеваются, Господи, Паминь, о ежеси праведно упоколеваются, Господи, Паминь. Боже Валентин, о ежеси праведно упоколеваются, Господи, Паминь, о ежеси праведно упоколеваются, Господи, Паминь. Боже Валентин, 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 о ежеси праведно упоколеваются, Господи, Паминь. Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Тебе доброту, Яковлю, Владыка, избрал есть. Боже, и светом Твоим, Боже, Утренней, ищите души, любовь отцовей, и молюся. Тебе, видишь, снова и бложи, истина до Бога, От врагов грехов на госзывающих. Покой, Господи, души усопшие, обыдвая. Яков, все плоди священные, яков, начаток человеческого естества, Мученицы, прославленные, принесшиеся в Богове, Нам спасение призна, ходатайствую. Тебе, Господи, души усопшие, обыдвая. Небесное пребывание, раздаяние, дарование, Исподобие, Господи, прежде усопшую верную рабу Твою, Подавая прегрешение и избавление. Слово цвы, сыны, святому дому. Еже един естеством животворец, Иже благости воистину неисследимая пучина, Скончавшуюся царствие Твое, Господобие, Щедри, едини, бессмертни. Слово цвы, сыны, и прислай, и вовеки, и вовеки. Препостепение из Тебе, Владычица, Миру рождеся и спасение, Быв погибшим, иже от адовых врат избавляя, Верую Тебе, блажащая. Слово цвы, Слово цвы, Слово цвы, с Твоей моря, Возвизай, мое зря, Напаси мурию, В тихому пристанищу Твоему претеркать ее ути, Возведи от Три живот мой, Благомил о Тебе, Покой, Господи, душу, Слово цвы, Твоей моря, На кресте приглаждаем мучениц, Те литик к себе собрал, И сей подражающие страсть Твою блажен, Тем же молимся Ти, Тебе в приставшуюся ныне у покой. Покой, Господи, душу, Слово цвы, Верую Тебю, Верую Тебю, Слово Твоей, Когда придешь, И страшно судить и миру всему на облаце, Благоволи светлость, Трестя Тебе, избавителю, И в ее же от земли привялась И верную рабу Твою. Слово цвы, Слово цвы, Слово цвы, И с мощней жизни, Сей мужеством божественным, Владыка, Покованные, Изводя и рабу Твою, К Тебе верно отшедшую, В сладости райсе и всели. И дни пресной, Вовеки, Вовеки, Девы возвратихомся, Приступши Божию заповедь божественную, Тобое же Дева, На небо от земли вознесохомся, Тлю смертную отряжши. Паки и паки, И миром Господу помолимся. И помолимся, Упокаивающему, Словшему Божию, Валентины, И вы же простите И сей всякому прегрешению, Вольному же и невольному. Господи, Бог нас ученит души, И ежи все праведные упокаиваются. Господи, 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 И нести Божие, Царство небесное, Свои грехов, Иов Христа, Бессмертного Царя, И Бога нашего просит. И всякая плоть и смерть, Попробуй, Иову прозрежет, Миру Твоему дорогу, И сам Господи, Упокой душу, Усопши рабы Твои, Валентины, Вместе светле, Вместе злаще, Вместе покойне, Отнюдь избежи болезнь, Печали, Воздыхание, И всякое согрешение, Содейное, И делом, Словом или помышлением. Яко благие человека, Любец Бог, Прости, А конец, Человек и жив будет, И не согрешит. Ты в один, Кроме греха и правды, Твоя правда вовеки, И Слово Твоя истина. Яко Теиси, Воскресенье, Жизнь и покоя, Усопши рабы Твои, Валентины, Христе Божьи, Наши Тебе славу, Воссылаем. С обезначальным Твоем Отцем, Твоем Пресвятым, Благим и Желтарящим, Твоем Духом, Ныне Пресной, Вовеки веку. Песня. 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 Бесними моих тебя ублажаем. Покой, Господи, душу, солнышко выглая. Надежда мученика, плитки укрепи к твоей любви распаленье, Впери с будущих сим предобразившие непоколебимый воистину покой, Ему же приставшиеся блажа верную, сподобие получите. Твоей, Господи, душу, солнышко выглая. Свет благо и божественного получите сияние Твоего, Христе, верою приставшуюся благоволи. В недриха в рамах упокоения, яка един милости всей даруй, И вечно господобляя блаженство. Слава Цыцей, святому Духу, свисти с вам благо, благоутробиен и валительной милости, И благоутробиен и бездна, ее же от места сего злоблюнись, И несмертной спаси, представь и униси, и где же сияет Твой свет, сию учини. Слава Цыцей, святую, чистую, разумеемый, ковчег, искрежатья закона благодати, Тобою, Боооставление, даровася оправданным крови воплощенного, И с Твоего шрепа тенья порочная. Пойди, пойди, миром Господу помолимся. Ищи молимся, упокоение души высокой рабы Божией, Валентиновой, я же простите, если всякому прегрешению, Вольному же и невольному. Господи, погиб. Я, колебец Твой Бог, наш ученик души, и ищи праведные упоколиваются. Господи, погиб. Я, колебец Твой Бог, наш ученик души, ищи праведные упоколиваются. И без составления грехов его Треса, бессмертного Царя, и Бога нашего просит. Господи, погиб. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Послушаем слово, наставление Народ собрался, как принято говорить, поважают в последний путь нашу сестру Валентину. Посмотрите, сколько светло. Это все выражение любви. Но ни об одном светке Библия не говорит только об одном и об этом. И не все знают, как он называется. Это миндаль. В книге «Икрасиаста» говорится два слова. И расцветет миндаль. Я принес ей. Мы знакомы с ней были более 40 лет. Мне легко говорить о ней. Она жила у нас. Мы встречались постоянно. Всего несколько дней назад говорили лично, по телефону. Подходят к ее дочери Наталье Васильевне. Сочувствуют. Так принято. Но Священное Писание говорит такие слова, которые в нас не вкладываются. День смерти лучше дня рождения. Вот родиться, ребята, поздравляем, сын родился. А нужно поздравлять, что умер человек. Это так трудно перевернуть сознание. Почему? Человек отошел в скорбные дюдоли. В страну радости. А ней скорбеть не надо. У нее все было в порядке. Она сознательно уверовала, что из-за ее грехи умер Христос. Она прощенная была. Она исповедовалась. Она соборовалась. Она посещалась тело и кровью Христовой. Перед ней открыты двери рая. Но церковь православная установила молитв. Ибо есть 20 мытарств, пунктов, на которых таможий, так сказать, мытница, испытывает 40 дней. 40 дней отмечает человеку. Лгал за язык. Демоны все записывают. Это мы думаем, что никого здесь нет. Это комната, наполненная ангелами и демонами. Это в это верить просто надо. Это в каждой религии такое есть. И они представят, где говорил, где лгал, где обманывал. Другое пьянство. Как соблазнял. Да давай, да расслабимся, да поедем. Все придет сюда. Отуманивание, наркотики, табак. Все придется где-то отвечать. Ну так тогда все погибли. Все погибли. Это истинно так. Все до одного. И во всех религиях мира об этом говорится. Где только в христианстве говорится. Тем более в эти пасхальные дни идут 40 дней. Мы приветствуем Христос воскрес. За грехи мира умер Христос спаситель. Он взял грехи мира на себя. Он ее грех взял. Она знала, как молиться. У нее обращение было необычное. Ее биография сложная. Вот у меня вышли книги. В 12-м томе написана ее вся биография. Как их раскулачивали. Рассказывает ее мать. Вот подойдите ко мне. Я вам дам наш сайт. Голосом, живым голосом ее матери. Марии Ламплиевны. Как их раскулачивали, сослали. Как она бежала с ними. Ей было 11 лет. 700 километров тайгою. Где они ночевали с какими зверями. Это все в прошлом. И мать ее уверовала. Они уверовали у баптистов. Но мы познакомились. И они познали святую православную веру. Они вернулись из сектантов. Вот еще чем путь ее необычен был. Она поверила, что без таинства нельзя спастись. Вот это вот пивание, какое у православных. У других еще более красочное есть. Но нет того, что у нас есть. Вот здесь поминается фараон. Видя фараона, потопляем. Да фараон уже косточки сгнили. Но церковь поминает именно здесь. Никакой режим, никакой строй, ни на Украине, ни на Майдане не устоит перед Христом. А здесь торжество жизни. Это не смерть. Смерть это видимое. Христос воскрес. И смерти нет. Большая статья патриарха появилась и говорит, смерти нет. Мы это знали без патриарха. Но еще раз он нам напомнил. Кто верит в воскресение из мертвых? Христос воскрес и воскресит наши смертные тела. Придет тот день. Вот она сейчас ничего не слышит. А она слышит. Ну, мы видим только, лежит тут ее труп, тело. И в ангелетиане говорится. И услышит глаз Божий. Все находящиеся во гробах и восстанут из мертвых. Пятая глава, 39 стих. Все. До единого. Из мавзолея. Сожженный. Пепел развеянный был. Все встанет в том же виде. Но, как принято считать, 30-летним возрастом. Возраст Христа. И одни пойдут в муку вечную, другие в жизнь вечную. А кто в жизнь вечную? Тех, которые верили во Христа. Чьи беззакония, грехи, ошибки, преступления Христос взял на себя. Он уверовал. И сегодня у гроба не человек проповедует, а смерть. Это самый старый проповедник. И он напоминает нам сегодня. От смерти никакие запоры, никакие охранники, никакие кремли не спасут. Она везде достанет. И в космосе, и под землей. От смерти спасает только Христос. Что для этого нужно уверовать? Иметь в ангеле считать. Покаяться и впредь к грехам своим не возвращаться. Эта сестра Валентина прошла тот путь, который завершился победой над смертью. Она вот только недавно причащалась у нас. Великий пост у православных был. Мы до конца остались близки друг с другом. Мне легко говорить о ее пути. Не все выдержат такой путь страдания. Путь поношения, оклеветания. Она все прошла. Это срез нашей истории российской. Это осколки Булага перед нами. И мы должны это помнить. Когда идете голосовать, мы не ходим голосовать. Что мы помнили. Я голос надал за Христа. Я за Христом. Многое можно не знать. Но что умрешь, ты это должен знать. Листья на деревьях. Видите, спадают. Серахов говорит. Листья опадают. Весна, листья вырастают. Уходит поколение, приходит другое поколение. И все до единого голос Божий. Придите ко мне, все отруждающиеся, обремененные. И я, говорит Христос, успокою вас. Я дам вам покой. А у каждого столько беспокойства. О детях, о внуках. Такая нестабильная обстановка. Во Христе все по-другому выглядит. Потому что смерти нет. Вот эта коротенькая жизнь. Семьдесят, сто лет, двести лет проживешь. Это подготовка к вечности. Где не будет конца. Как бесконечно трясует восьмерка на боку. У нее нет ни начала, ни конца. И это уже где-то совсем рядом. Мировая история заканчивает свое существование. И сегодня напоминает. У ней высшее звание. То есть она мать. Она бабушка, прабабушка, правнуки пришли. Но нигде не поминается об этом. Помяни рабу твою. Это высшее звание. Апостол Павел был высшим мученик за Христа. Но он говорит послание апостола Павла, раба Христова. Быть рабом все рабы. Но кому ты подчинил себя? Быть рабом Христовым это счастье. Это выигрыш, Павел, на тебя. Ты только откликнешь. Ты слышишь сегодня голос. Все, кто пришли. Кто не примирился со Христом. Расслышьте этот голос. Это она верила в это. И я как бы ее слова передаю. Ее голос живой записан на ее матери. Кто подойдет, я говорю, да, вам на сайте прослушайте. Без слез нельзя слушать. Какие переживания. Но она везде молилась. Она прибегала к Богу. Она хотела проповедовать. Она в поездах и везде, где ехала, она везде людям говорила о Христе. Умела или не умела. Ее судить уже поздно. А она нам не принадлежит. Она уже предстала перед Богом. Поэтому, когда говорят о мертвом, говорит только хорошее или ничего не говорит. Это неверная пословица. Можно говорить о ней. У Лимнин так было. Говорить или все, или ничего. У ней были ошибки. Но она их исправила. Это пример. Плохой пример. Но когда он завершился, победа, это тоже пример. И может быть более даже действенный, чем когда все у него гладко. Родила сверху в семье. Жила жизнь. Ее все любили. У ней было не так. И она торжествующе подошла к этому исходу. Повторяю, что кладбище, могилы, гробы принадлежат уже Богу. Она не может за себя полслова сказать. Поэтому слова, не соответствующие действительности, будут разбираться на суде Божьем. Если она поступила неправильно, можно помянуть, но сказать. А результат, конечный результат. И засветет миндаль. Миндалью называется вот это тело. Да будет оно благословенно. И засветет, когда получит новое нетленное тело. И эта душа, которая вышла, войдет в то тело. И все это будет со Христом во веки веков. Аминь. 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 Песня «Послание апостола Павла» Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то не умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся на пришествии Господне, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба и мертвый во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках, встретенье Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга всеми словами. Премудрость просит, услышим, Святаго Евангелие, мир всем. И Духа Твоему, от Иоанна, Святаго Евангелие, чтение. И Господи, Господи, слава Тебе. Он мне. Истинно, истинно, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно, говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия, услышавшие, живут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся во гробах услышат глаз Сына Божия и изойдут творившее добро, воскресение жизни, а делавшее зло, воскресение осуждения. Господи, Господи, слава тебе! Помилуй нас, Боже, повелицей милости Твоей, молимся, услышай и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ищи молимся у покаяния души усопших рабы Божия, Валентины, ой же, простите сей всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господь, Господь, проживание, плод и смерть, поправый дьявол упразднивый, живет в мир, и твоему даровавый сам Господи. Упокой душу усопшую, рабы твои, Валентины, в месте светле, в месте злачнее, в месте покойнее, отбежи болезнь, печаль и воздыхание, и всякое согрешение, содеянное словом, делом или помышлением. Яко благи человека любит, Бог прости, яко неч человек, и жив будет, и не согрешит, ты, Богдин, кроме греха, и правда твоя, правда вовеки, и слово твоя истина, яко ты и все воскресенье, жизни, покой, усопшую, рабы твоя, Валентины, Христе Божьи, наши тебе славу восстылаем, с обезначальным тем отцем, и пресвятым, благим, и желтворящим твоим духом, ныне пришли, и вовеки веков. Проходите, прощайтесь. Проходите, прощайтесь. Кто будет прощаться, проходите, прощайтесь. Песня. 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 Продолжение следует...